Зустречайся с крутой витамины, супер баланс, три шарова форма, где вся динна норма плідно працює протягом дня система роздільного выведения. Шанон. Инновації для здоровья нації. Карпаты – древний и таинственный регион Украины. Здесь живет история, причем не только на устах людей, но и в повседневной жизни. Этот регион стал спасением для сотен тысяч украинцев, чьи города пострадали от военной агрессии России. Дмитрий побывал здесь еще до начала полномасштабного вторжения на наши земли, чтобы показать мирную красоту украинских гор и в буквальном смысле прикоснуться к их великому прошлому. Больше ста лет назад эта узкоколейка появилась в Карпатах для того, чтобы перевозить древетины. Изначально древесину перевозили по горным рекам, сплавляли. Но это когда река полноводная, когда воды мало, или зимой сделать это невозможно. И местные бароны искали возможность. Тогда была построена узкоколейка. И сегодня она превратилась в туристическую, но при этом продолжает возить дерево. Узкоколейки отлично подходят для сложной местности, например, гор. Они выдерживают более крутые подъемы и повороты. Им достаточно даже примитивных мостов и небольших туннелей. Поэтому с их помощью не только доставляют грузы, но и показывают людям самые красивые горы нашей планеты. Например, швейцарские Альпы, горы Саксонии и даже легендарные Гималайи. Украинские Карпаты легко могут посоревноваться с ними в красоте и особой эстетике. Прелесть такой прогулки в том, что ты просто едешь по украинским селам, смотришь, как идет обычная жизнь в таком полугабриолете. То есть открытый вагон и сверху просто крыша на вес. Вот этот дух ретро-поезд. И это настоящий натальщик. Маршрут узкоколейки проходит по очень живописным местам. Густые леса, старые мосты, горные реки и, самое главное, потрясающие горные виды. Это один из самых простых и доступных способов увидеть настоящую красоту карпатской природы. Откуда приехали? С Львова. Как вам трамвайчик? Мы это все вдвоем. Какая у нас красота. Мы ее сами живем в этих регионах и редко видим. Здесь обширнейшая география. Вот еще вижу семья. Здравствуйте. А вы откуда приехали? В поиски. Специально на узкоколейку? Да, у нас отпуск, такие приключения. Я бы назвал альпинист для ленивых. Если не хочешь, идите в горы, можно проехать по узкоколейке. Сначала поехать, а потом пойти. Так было бы интересно. Этот ретро-поезд больше напоминает музейный экспонат. Кажется, чтобы им управлять нужен не только машинист, но и историк. Добрый день. Здоровья, Базаев. Ярослав, Машинист. Пан Ярослав. Чисковатно управляться? Нет, полуне не бояться. А я бачу, у вас коробка передач. Так. Это что, двигун от авто? Да, Мазовский двигун и коробка передач. А тут газ? Да, как автомобили. Кшепление и газ. Швидкость. Он 15 до 25 км на годину. Смотря на то, по какой дороге рядышком машины едут, понимаю, что узкоколейка тут полезнее и эффективнее. Можете позоналить третий кнопочек. О, прикольно. Можно прикоснуться к управлению легендой. Вот, зараз мы подъезжаем до моста. Говорят, что приезжающий в этот мост, требует задумать божанья. И оно, может быть, вам повинно сдясниться. Можете попробовать. Я загадаю желание, проезжая мост, чтобы очень скоро мы увидели еще очень много таких маршрутов. Карпатский трамвайчик делает несколько остановок в самых красивых местах на маршруте, чтобы пассажиры могли рассмотреть их поближе. 300 человек. Каждые выходные. За один раз. Маршрут 4 часа. Это середина пути и изюминка всего маршрута. Мизунские водопады. Пороги горной речки и мощные каскады, рядом с которыми можно искупаться, идеальное место в разгар лета. Пока туристы будут сфотографироваться возле водопада, мы разворачиваемся и едем обратно. Вот так вот, собственно, проходит маршрут. Развернуть поезд – это вам не в машине руль покрутить. Где угодно это сделать не получится. Нужен специальный участок железной дороги. Карпатский трамвайчик едет туда, разворачивается и возвращается за пассажирами. Пока туристов нет в вагонах, Дмитрий не упускает уникальной возможности испытать на себе профессию машиниста ретро-поезда. Командуйте. Это что у нас? Ручный газ. Сколько тут передач? Я прямо ехал у нас задняя. Это гальма. Не чупаем, мы идем на подъем. Если сейчас скинем, мы заглохнем. Нажмите на газ. Так, нажмите, нажмите. Вот, друзья, в принципе, управление как автомобилем. Я нажимаю газ, вот есть сцепление, я могу переключить передачу, но мы сейчас уже идем под горку на третий, поэтому я этого не делаю. Идет очень просто, как обычная машина. Нитралочка. Сцепление. Нитралочка. Сцепление. Есть. А скинули. Скинули, все, по инерции просто он катится. Альмо. А сейчас проверим торможение. Вот это вот самое интересное. Друзья, вы помните, в Клеване, возле Ровна, мы уже учились управлять поездом, который формирует тоннель любви. Здесь та же система. Инерция берет свое, тормозит не быстро. Во-во-во-во-во, еще раз, так, у нас стоит. Супер. Все, остановились. Да-да-да, залишаем вагоны и заезжаем на обхитную колью. Впереди стрелки, мы сейчас увидим, как происходит разворот у поезда. Чтобы развернуть такую махину, нужен специальный инструмент и человек с особой профессией – стрелочник. Так, я выбегаю. И вот он поехал. Вот стрелка. Стрелочник. Стрелкой на железной дороге называют устройство, которое переводит поезд с одного пути на другой. Вот так, друзья, очень просто переводятся стрелки. Раз и два. От этого зависит, куда пойдет локомотив. Сейчас локомотив ушел вот туда, в стороночку. И нам нужно прогнать вагоны вот так вот прямо. И тогда локомотив снова пройдет в эту сторону, и мы поедем в обратном направлении. Коля, давай эту поразу. Стрелки снова переводятся. И теперь машинист включает заднюю. Вот вам обратная сторона. Когда вы едете на экскурсию, вы, возможно, не догадываетесь, как поезд разворачивается за те полчаса, пока вы отдыхаете возле водопада. А вот, пожалуйста, локомотив прошел. И теперь поехал вот туда, к последнему вагону, который становится первым. И идет сцепка. Пассажиры возвращаются на свои места, и карпатский трамвайчик отправляется обратно, в село Выгода. Но приятные сюрпризы на этом не заканчиваются. Кроме экскурсионного маршрута, всех гостей узкоколейки ждет настоящее шоу, состоящее из массы элементов. Вышла, вышла, лично. На Молданте, на Молданте, на Молданте, на Молданте. Славася, раз, два, три, колына, кольца, лая, деси. На Молданте, на Молданте, на Молданте. Карпатский трамвайчик. Это незабываемые эмоции. Вспоминают тут и очень важные исторические события. На Украине! Реконструкция сделана очень реалистично. Но главное, ребята-актеры показывают людям историю с юмором, с улыбкой, чтобы на отдыхе дарить только позитивный настрой. Завершается эта часть поездки очень патриотично. А ну, давайте покажем, что немало в этом вагоне москалив. И разом все заспеваем гимна. И покажем, что мы братья козарского троту. Наследие нашего народа – это не просто традиции и народное творчество. Это свобода, которую никто и никогда не сможет отнять. Карпатами просто невозможно насытиться. Они восхитительны весной, летом, зимой, осенью, в любое время года. И говоря про узкоколейку, то зимой вагоны закрыты, они отапливаются. И тоже можно ехать в снегах и получать просто невероятное удовольствие. У нас с вами есть потенциал для того, чтобы стать одной из первых стран в Европе по железнодорожному туризму. Представьте, как было бы здорово, если бы Верховыно, Буковель и озеро Синевир были связаны узкоколейками. Можно было бы не просто перемещаться по дороге от одной туристической точки к другой, а получать удовольствие от самого процесса перемещения, от такого уникального транспорта. Я очень надеюсь, что очень скоро мы увидим много новых узкоколеек, которые будут радовать украинцев. Люди в Карпатах очень трепетно относятся к своей истории. Они особенно ценят и сохраняют то, что делали их предки. Чудеса техники, одежду, украшения и, самое главное, древние священные ритуалы. Сегодня мы в гостях у Гуцулов, одной из самых колоритных народностей в Украине. Их крутость в том, что они сумели сохранить традиции не в музеях, а в быту, в повседневной жизни и в самые-самые важные дни. Например, в день свадьбы, на которую мы сейчас и отправляемся. Когда мы слышим слово «свадьба», чаще всего представляем стандартные речи в ЗАГСе – украшенные машины, белых голубей и ресторан с томодой. Но это все точно не про карпатский праздник. Здесь – это прежде всего таинственный обряд рождения новой семьи. А чтобы жизнь молодой пары сложилась хорошо, люди гор следуют не только общеизвестным поверьям, но и обращаются за помощью к знаниям предков и древним ритуалам. Так, как это делали гуцулы сотни лет назад. Мы в окрестностях гусульской столицы Верховыны. Это село называется Красноилья. И сегодня здесь будет свадьба. Гуляют все. Дмитрий приехал заранее, чтобы не пропустить самую интересную часть – подготовку невесты. Ах, как символ, естественно, сидит кот. Котик здесь у гуцулов – это магическое животное. Он охранник дома, он предместник счастья. Мы, естественно, договаривались заранее. Для невесты наше появление не будет сюрпризов. Слава Иисусу Христу! Рады вас бачите! Я вас так оршу! Знакомьтесь, Татьяна, 22 года. Школьная учительница географии, а сегодня – гуцульская невеста. Многие девушки сегодня мечтают пойти под венец в белом платье, а затем поехать праздновать в дорогой ресторан на шикарном лимузине. Но для Татьяны особенно важно сохранить традиции украинской свадьбы, которые ей передали родители. Это мои батьки 35 лет назад списываются. И самая главная фотография – это мои батьки на конях. Это была моя наибольшая мрія, чтобы они тоже были сильны на конях. Получается, в вашей жизни есть ваша любовь, ваш муж, будущее. И вы еще очень любите коней. Так постепенно я в ваших мечтах раздороваюсь. Так. Я так, кто приходит, это я прошу, чем можно покататься. Вот, друзья, смотрите, в 80-е годы родители, и дочь решила сделать точно так же. Свадебные ритуалы, которые сегодня многие украинцы считают традиционными, на самом деле пришли к нам от других народов. Например, голубей на этот праздник изначально выпускали в Италии. Свадебный букет был еще в Древней Греции. А белое платье вообще стало популярным только после свадьбы королевы Виктории. До этого многие невесты предпочитали красный цвет. Украинской культуре тысячи лет. Все это время наши собственные ритуалы бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Как же выглядит традиционная украинская свадьба, сейчас узнаем. В белом платье можно их просто пофотографировать. А чельце вплетают только разум в его жизни, и это только навеселивается. Может, мне вплестить, что у меня на голове. Свадебная чельце, или так называемый венок, особый головной убор невесты, который используют еще со времен Киевской Руси. Это самая важная часть ее наряда. Он состоит из множества мелких деталей, каждая со своим значением. Всю эту красоту не просто надевают на голову, а вплетают в волосы молодой. Это отдельный ритуал, за который отвечает особый мастер. Это умение передается от матери к дочке с давних времен. Я, насколько знаю, вы потомственные создатели причесок свадебных. Так, у меня мама убирает. Я так сама, и моя донечка тоже. Ходила с мамой, дивилась, и так и научилась я. Венок – это основная актримия, такая молодая. И если так вышло, что у нее мало ли тену, то это уже венок на голову ни в каком разе покласти не может. То есть только первая свадьба может быть такая, да? К таким обычаям Гуцулы относятся со всей серьезностью. Ни одна уважающая себя мастерица даже за большое вознаграждение не согласится плести венок девушке, которая уже была замужем. Это вопрос принципов и репутации. Сегодня многие пары предпочитают сперва пожить вместе, притереться и только потом жениться. Но в горных селах другие порядки. Я с своим хлопцем разу не жила, потому что я не знаю, что меня будет ожидать. Мы дотримаемся в то, что мы живем после веселья. Какие консервативные традиции сохраняются здесь у Гуцулов. Спасибо, что разрешили прикоснуться к вашему самому важному дню в жизни. Спасибо и вам. Аксессуары в Карпатах также отличаются от европейских. Вместо подвесок с драгоценными камнями у гуцульской невесты фамильное ожерелье. Здесь больше уважают историю украшения, чем количество карат. Это, можно сказать, самое дорожшее, что у меня есть из одежды. Это сгарды. Первый сгарды – это от моей пребабуси. Второй сгарды – это именно мои. А что это за копеечки? Это австрогорские? Так, это деньги. Они очень ценятся. Эти сгарды можно стоять от 250 долларов. По наряду невесты также судят и о состоятельности семьи. Даже под одежду традиционно приматывают настоящие деньги. На самом деле гуцульский наряд может стоить дороже, чем дизайнерские свадебные платья. А взагалі ваше вбрання? Скільки коштує? Ну, районі 1500 доларів. Гуцульська свадьба – це не дешево? Ну, зато з маленької готують. З маленької вже є постоли, хапчики. Це все з малесенькою роблять. Зато ніхто за один вік не може скупатися повністю гуцульським. Тобто все життя девчина готується до веселля, да? Все верно. Так. Десь с 10 лет точно. Извините, немного такое сравнение, как капуста. Она у вас очень много тканей, да? Да. За то, что колись любили девчат побольше канитей, которые модно худесенькие. И потому что чем груша молода, тем она хороша. И за то, как раз именно дают кустки. То, что молода дуже, з багатої сім'ї, вона могла себе дозволити и 5, и 6, могла и 7 пусток. Це свідчить про, з якої сім'ї молода. Очень красивая область. Це називається постоли. А вот эти вот носочки такие? Це капчики. Вони, видите, одинаково підходят під сорочку. Це все має сходитися. А це вишито вручну? Так. Вишиванка – особо важна часть свадебного наряда. Именно в нее вшиты защитные символы и обереги. Косой крест, например, это символ женского начала, который как бы рассекает плохую энергию, не пропуская ее к молодой. Ром – древний символ плодородия, а значит, благополучия и достатка. Также очень важно, чтобы в свадебной одежде было как можно больше ярких цветов и узоров, которые якобы отвлекают внимание злых глаз. Я теж позвачив висильну сорочку. Вся це їм трошки більш. А на вас то ручной роботи тканіна навіть зелено. Сегодня арендовал. Це музейний екземпляр. Із музея в Верховыне. Їй більше 30 років. Друзі, все, що ви зараз видите, це просто унікальне, тому що це історія, це традиції, це культура наших родних Карпат, традиції Вуцульщини. Последні штрихи. Независимо от времени года невесту одевають в традиційний теплый кожух. Затем надевають вышитий рушник і скрепляють його красивой заколкою. Молодая готова! Щоб ви жили дружно, щасливо. Дякую вам, здоров'ячка побільше, і побільше ваші ручки ніколи не булили в такій гарній роботи. Дякую. Все. Тем временем у себя дома заканчивает подготовку жених. Знакомьтесь, це Іван, 27 років, інженер-энергетик. Молодой должен быть самым нарядним гуцулом на своєм праздниці. Он обязательно надеває вышиванку з таким же орнаментом, як і у невесты. Табівки, містные мужські сумки. Большой пояс, сапоги і кожух. В руки берет главный атрибут настоящего гуцула – бардку. Це особе оружие существує ще со времен древних горців. Бардками вселяли ужас в своїх врагів Абришки – народные повстанцы Карпат. До сих пор здесь говорят о топорике их лідера – Олексе Довбуша. По легенде, кто найдет эту бардку, получит его сверхъестественную силу. Во времена Польши і Австро-Венгриї иметь холодное оружие строго запрещалось. Но це не остановило жителі Карпат, і традиція дожила до наших днів. Сегодня у каждого уважаємого мужчини обязательно є своя бардка. Праздник буде дуже масштабним. Поэтому на пороге обоих домов уже ждут главные помощники молодых. Если мы привыкли к тому, что на свадьбі обычно один свидетель і одна свидетельниця, то здесь у гуцулов все совершенно інакше. Свидетелей і свидетельниць багато. В Карпатах їх называють «дружби і дружки». Молодая собрана, і мама з папою провожають її к місту праздника. Для Петра і Василина це не мене важний і волнующий день. Сегодня вони провожають уже свою вторую дочь навстречу самостоятельной семейной жизни. Вот так вот невеста по селу вместе с родителями идет к месту встречи с женихом. Именно здесь будет происходить свадьба. В це же время із другого конца села навстречу идет жених вместе со своей мамою Марией і ближайшими родственниками. Сегодня встреча жениха і невесты – уже символичний обычай. Но еще несколько поколений назад молодые часто виделись впервые только на собственной свадьбе. Вот сельский клуб, написано «Дом культуры» і філял библиотеки. Сейчас здесь буду встречать самых ближайших родственников. Они первыми поздравляють, первыми дарят подарки. Все одеты традиционно по-гуцульски. Вот еще такая особенность гуцульских свадеб, что обязательно молодые и гости целуются. Сегодня будут сотни, сотни, сотни поцелуев, потому что поцеловаться нужно абсолютно с каждым. В этом такой свадьбе мы даже не вмешиваемся, потому что мы обычные гости, мы не родственники. Поэтому просто как журналисты наблюдаем со стороны. Уже как гости мы сможем прийти в другой момент. Сейчас традиции не позволяют нам подходить, что-то дарить, целоваться, потому что это гуцульская свадьба. И здесь можно делать только так, как делалось столетиями. Главная традиция остается неизменной – праздновать пышно и массово. Места для гостей полностью заняли самый большой зал во всем селе. Главный стол для молодых и ближайших родственников поставили на сцене. А танцпол или, как здесь говорят, танцовню вообще оборудовали в отдельном здании. В гуцульских семьях детей много, поэтому, соответственно, родственников невероятно много. Вот еще целая делегация подходит. Тем временем за праздничным столом свидетели украшают две сосны. или, как говорят гуцулы, деревца. Они символизируют молодых. Этот ритуал сохраняется со времен древних славян, которые поклонялись силам природы. Так к паре привлекают плодородие и достаток. После этого все идут за так называемый первый стол. Сейчас происходит самое важное событие в жизни родителей – благословение детей на семейную жизнь. Они вяжут молодым на руки небольшие повязки и надевают особые головные уборы. У жениха это праздничная крысанья, то есть шляпа, а у невесты еще одно украшение для чельца. Этот обряд здесь называют «поставить венок на голову». Дальше начинается самый древний ритуальный танец наших предков – хоровод – особый символ объединения. Как видите, гуцульская свадьба – это невероятный микс традиций, которые делают свадьбу яркой. Горька, первая Горька. Как видите, Горька здесь такая консервативная, гуцульская, скромная, потому что еще не было венчания. Вот молодые выходят и отправляются в храм. И самое интересное, что делают это не на машине, как сегодня большинство семей, а вот так вот, на лошадях традиционно. Так сегодня не делает практически никто. Гуцульский кортеж, как и полагается, украшен цветными ленточками, а вместо гудков клаксона – более приятные колокольчики. Смотрите, как трогательно. Молодые идут за руку на двух конях к храму. Он здесь очень красивый. Какая атмосфера, какой дух Карпат. И свадьба подобной и равной, которой вы не увидите больше нигде в мире. Молодые подходят к храму. Сзади идут свидетели и самые ближайшие родственники. Просто гости не заходят в храм. Обязательно перекреститься. Слава Иисусу Христу! Слави и слава Богу! Прошу, заходим в ближайшие. В больших городах свадьбу обычно начинают в ЗАГСе. И не все хотят еще и венчаться в храме. Но гуцулы – очень верующий народ. И клятва перед Богом для них намного важнее штампа в паспорте. Я Иван. Беру Тетяну за женщину. Я Тетяна. Беру тебя, Иван, за человека. Обещаю тебе любовь. Верность, честность, послуг подружный. И еще не залишу тебя аж до смерти. Так, поможи мне, Боже. Единый и все садись. Только после этого момента молодые получают новый статус мужа и жены. Каждый шаг, каждое движение, каждый элемент этой свадьбы завораживает. Это древняя история Украины, которая дошла до наших дней. У гуцулов свадьба по традициям предков никогда не выйдет из моды. Здесь всегда в тренде знать и хранить свою историю. И этому в Карпатах стоит поучиться. Карпаты очень большие. Очень много народов в Карпатах живет. Но только гуцулы так берегли. Вот почему сами гуцулы? Потому что это у нас, в наших генах. Это наши, украинские. Что в нас никто это не заберет. Это и корень. Или брать головный убир. Или взять руку топорез. Ты смеешься в тот момент. Ты чувствуешь себя вот этим попрыжком. Тим воином, захистником. Знаете? И так само самое веселье, когда одеваются все гуцуловские одежды, люди загадывают о тех дедях и прадедях. И это очень важно, чтобы мы, украинцы, помятали про наши корень. Теперь, когда официальная часть позади, можно начинать уже народный зажигательный праздник. И самая-самая важная, яркая, экспрессивная и интересная часть всех гуляний. Сейчас, поверьте, будет жара. Вот еще один очень важный, символичный обряд, ритуал, это мед. Чтобы жизнь была сладкой. В наше время свадебные тренды меняются каждый год. Одни вещи входят в моду, другие из нее выходят, но только не у гуцулов. Здесь свадебные традиции остаются неизменными из поколения в поколение. Моей маме было веселье. Песня гиатерик. Представляете, и тоже, как сегодня, один в один? Чисаратси. Цэта сама? Да. 63 года этой вышиванки. Якцэ было в 59-м урозе? Да что? Тре яги было. Полудяки, голубки, буракет. Корщик. И все, да? Все. Кто красный, жив, давали пево. А набывались так, что не сварились, и ничего, дуже правильно набывались. Я смотрю на ваших гостей, на вашу семью, и я вижу, все одеты традиционно. И я понимаю, что гуцулам быть модно. Что это современная мода. И вот обычно молодежь пытается делать так, как в сериалах, как в фильмах, как по телевизору. А у вас сохраняются древние традиции, гуцульские. Это ягод за свою детьми, за свою телу, сущность. Нет, за свои ритмы. Да. У тебя, с попаления, попаления, это у нас не пропадает. Выстраивается целая очередь, все приходят с подарками, и можно обратить внимание, что дарят обязательно хлеб, сладости, чтобы жизнь была сладкой. Какие-то полезные вещи для семьи, например, одеяло или бытовую технику. Обязательно алкоголь и обязательно деньги. Старшая сестра невесты ведет бухгалтерию, записывает, кто пришел, сколько подарил, чтобы потом быть в курсе. Потому что ночью традиционно все семьи после свадьбы пересчитывают деньги, которые подарили в конвертах. И на самом деле, учитывая, что каждая семья дарит где-то 300 долларов, то собирается внушительная сумма, это очень важная, нужная поддержка для молодой семьи. Время и нам идти за нашим подарком. Дмитрий, узнав, о чем мечтает невеста, оперативно нашел очень необычный сюрприз для молодых. За нашим подарком нужно немножечко отойти в сторону. Он ждет нас. В прямом смысле ждет. Он живой. Ну что, друзья, а вот и мой подарок. Таня обожает коней. Их любил ее дедушка. Это ее страсть. Это была моя найбільшая мрія. А вы любите коней? Дуже. Это у меня передалось всем спадом от моего дедуся. И поэтому мы решили сделать от нашей программы на свадьбу вот такой подарок. Мальчик, 4 года. Жеребец. Подходим к клубу, попробуем завести. Заходи. О, молодец. Молодята, это подарочек вам. Традиционный Гуцульский, вы сказали, что вы мряли про коня. Это ваш конь. Это все реально, что ли? У нас в программе все реально. Нереально в шоссе. Я приняла про конь. Это серьезно, ваш кинь. И целуватися принято, да? Дякую, 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 гарно вам. И батьки филует тоже. И батьки. Давайте ему им ядамо. Мы думаем, что его назовем Бублик. Зависовый кота завести, завели Бублика коня. Это первое совместное наше заимущество. Так, так, точно. Когда все гости собрались, время начинать общее праздничное застолье. Гуцульские свадьбы – это всегда очень ярко, экспрессивно, дорого и многолюдно. Как говорят гуцулы, собирается вся семья. Но семья – это минимум человек 400. Это действительно очень дорого. На такую свадьбу только на еду и на организацию уходит где-то полмиллиона гривен. Но все равно это традиция, поэтому каждая семья считает своим долгом собрать всех друзей, соседей, родственников. И свадьбы всегда многолюдные. Гуцульская свадьба – это всегда толпа. Дорогие гости и гости, гости, прошу всех помолиться до Господа Бога, чтобы Господь Бог поблагословил, молодя подружжя, на счастливое и мирное життя. Гуцулы – очень верующие люди, поэтому обязательно любое важное событие в жизни начинается с молитвы. Будь то рабочий день или свадьба. Начинается характерный шум, который предвещает большую пьянку в хорошем смысле этого слова. То есть настоящий праздник. Вилки, ложки, посуда, все гремит. Люди начинают общаться и с каждой минутой тут будет становиться все жарче и жарче. Итак, друзья, изучаем ассортимент гуцульской свадьбы. Смотрите, самое главное – холодец. Конечно же, к холодцу – хрен. Голубцы гуцульские, такие маленькие, очень вкусные. Картошечка домашняя, мясная нарезка. Ясне стравится на домашней страве. А вот горюка три года закуплена. Это все за раз. Есть такая же фельсинга? Да. Представляете, даже водку из спиртной напитки готовят годами. Потому что они просто подготовятся к такой свадьбе. Столы ломятся от еды, а новое блюдо все продолжают подносить. Чтобы гости смогли все это в себя поместить, в застольях делают перерывы. Как принято на всех свадьбах, молодые обязательно едут на фотосессию. Фоном для нее станет самое дорогое, что есть в этом регионе – захватывающая красота Карпатских гор. Гости поднимаются на джипах на верхнюю точку, а дальше уже конями. Муж, жена, свидетели первые. Две лошадные силы потягиваете? Потягиваю. Это вам не фотосессия на лимузине. Это круче. Это фотосессия по-гуцульски. Определиться с местом для свадебных фото в Карпатах не так просто. Потому что куда ни посмотри, одно место красивее другого. И вот с таким невероятным видом, впитывая всю эту мощнейшую энергию гор, уже муж и жена фотографируются. Стандартная фотосессия, как на всех свадьбах. Работают фотографы. Благодаря таким снимкам древние традиции сохраняются в жизни этого народа. Возможно, через два десятка лет на этом же месте Иван и Таня увидят уже своего ребенка в свадебном венке и гуцульском наряде. Таком же, как на их фото. Что в вас заложено? Какие вы гуцулы? Вы, в отличие от очень многих других народов, становитесь современными, но при этом сохраняете и не теряете традиции. Это наша природа. Мы так выросли, нас так выхвали батьки. Все наши традиции, мы их верим. Это не просто мы робим для того, чтобы сделать. Мы реально верим в то, что мы робим. И через это нас это сберегается до теперь. Наш уникальный народ, кого нет. Как видите, здесь даже особенная фотозона, она тоже в гуцульском селе. Нас зовут Фоткаса и селфи. А почему селфи нельзя? Потому что мы звери в венках. И кажут, что сколько раз тебя побачишь в венках, сколько раз меня человек, меня взрывно, я в пакет, я его взрывнюю. Мы стараемся, чтобы зеркалить не бачить зеркало сегодня. Взагалей. Себя не видели ни разу в зеркало? Нет, так само так. Ни в машине, ни дома? Нет, нет. Не подкрашивались? Чтобы было бы тем реальностью в будущем. Хорошо, тогда селфи наоборот, чтобы вы не видели себя вот такой стороной телефона. Так можно? Так можно. Все гости собираются на открытой площадке для первого танца молодых. Это традиция, без которой сегодня не проходит ни одна свадьба. Этот обычай существует еще со времен древних славян. Правда, тогда пара просто сидела в центре, а вокруг нее водили хоровод. Уцулы немного осовременили обряд. И теперь молодые начинают танец, а затем к нему подключаются гости. По сути, с этого начинается семья. С этого начинается совместная жизнь. А вот, друзья, второй танец. Второй танец – это жених, невеста и свидетели. И это, конечно, настоящий кайф. Если вы будете в Карпатах, и у вас будет шанс побывать на свадьбе, обязательно зайдите, подарите подарок и получите настоящее удовольствие. Потому что таких свадьб, как у Уцулов, я не видел нигде в мире. А это самый знаменитый танец для всех. О-о-о! Называется кусочка. Зная мой любовь к танцам, для меня это самый лучший танец. Можно просто переставлять ноги и говорить о-о-о! Вот Сунчина кружит! Вау! Вот это круто! Без танцев и еды свадьба в Карпатах просто невозможна. А еда здесь буквально везде. И такие блюда вы не найдете ни в одном модном ресторане. Зона кеттеринга. Здесь тоже традиционная гусульская. Смотрите, все натуральное дерево. И блюда особенные. Пошли посмотрим. Смотрите, сосисочки, наливочки. Афинитка, настоянка. Все настоянки здесь в основном из ягод и трав, которые собрали на полонинах. Фуйковое вино. Какие колбаски. Класс, очень круто. В общем, друзья, как вы поняли, если вы попадаете на свадьбу в Уцулов, то это гастрономический рай. Потому что такие блюда, домашние, натуральные, без химии, можно найти только здесь. С каждым часом праздник набирает обороты. Люди гуляют, танцуют, общаются и веселятся. Кураж длится всю ночь. А ближе к утру происходит самый драматичный момент. Молодая прощается с девичьей жизнью. У украинцев с древних времен коса была главным символом привлекательности девушки. В народе говорят, какая коса, такая и краса. После свадьбы выходить в люди с распущенными волосами строго запрещалось. А в некоторых регионах длинную косу даже обрезали прямо на свадьбу. Сегодня молодой расплетают свадебный венок и голову покрывают скромным платком. Тем самым показывая, что уже замужем и гулять больше не будет. Затем дружба с дружкой разувают молодоженов. В благодарность за свою помощь на празднике они забирают деньги, которые утром невесте приматывали к ногам. Заканчивается праздник танцем незамужних девушек и неженатых парней, чтобы привлечь к ним удачу на скорую свадьбу. Затем символическое деревце уносят домой к молодым. Влюбленных отпускают домой уже только вдвоем. Дальнейшая традиция в объяснениях не нуждается. Правда, у гуцулов первая брачная ночь очень недолгая, потому что с рассветом они должны провести еще один важный семейный обряд. Раннее утро в пустое село, все отсыпаются после свадьбы. Неотъемлемая традиция гуцуловская это первая совместная работа. Утром сразу после свадьбы. Добрый ранок. Как первый шлюб на ночь. Все нормально. Сколько спали? Ну плюс-минус півтора годы. Мне кажется, что это несправедливо. Все село спит и только выйдете работать. Кутатись значит вместе заниматься домашним хозяйством. В первую очередь подоить коров. Видите, дрессированная корова, знает, сама подходит. И мордочкой дверь открывает. Класс. Зашла и вторая идет. Вы так выдрессировали? Привычки не кора. Вас не пугает, если жена так коров выдрессировала? Нет. Первое утро. После брачной ночи, которой не было. Не успели. К счастью, у молодых еще вся жизнь впереди. Так что успеют наверстать. Мы счастливы, что мы все равно все традиции выполнили, которые у нас мают быть. Я тоже понимаю, что батьки мои счастливы, что меня одружили. Дуже счастливы. Бачу по ним. Счастливы, что я уже теперь маю свою тоже семью. Уже быть не самим, это уже счастье, я вам скажу. Правда? Какие планы на майбутнє? И мрії наизповеднейшие? Каждый год побывать, хотя по двоих странах. Только себе на карте накладать, там дома были. Так, с детьми. И хочу так объехать целый сент. Ну, несмотря на мечты о путешествиях по всей планете, мечтаете ли вы всю жизнь провести в Карпатах, доить корову любимую, жить в горах? Карпатия – это сердце Европы. И тут наша частенька, тут мы народились, тут наша доля. И даже если бы я ехал по их месту, то я бы не почувал так комфортно, как у Карпатии. Я так понимаю, у вас работы еще много на сегодня, так что мы не мешаем дальше. Дуже дякую, что вы с нами разделили наш день. Мы вам тоже дуже дякуем за то, что запросили. В Гуцульске веселье – это что-то наймовірное. До побачення. Этот праздник был снят в прошлом году. И уже скоро карпатским мужчинам пришлось взять в руки не только традиционную бардку, но и другое оружие, чтобы в очередной раз защитить нашу страну и культуру. Но даже война не стала преградой для влюбленных по всей Украине. Десятки тысяч пар стали семьями, часто идя под венец не в белом платье и даже не в гуцульском наряде, а в военной форме. У меня, на жаль, нет сейчас обручки для тебя, но есть кольца от гранаты. Я хочу, чтобы ты стала моей дружиной. Выходь за меня. К сожалению, не все истории имеют счастливый финал. Известный украинский журналист Александр Махов, который делает предложение своей любимой на этом видео, погиб под обстрелами российских оккупантов. Защитники Мариуполя Андрей и Валерия стали мужем и женой в подземельях Азов-Стали. Они успели побыть семьей всего три дня. Андрей погиб от российского авиаудара. Война отнимает самое дорогое. В темные времена мы особенно ясно чувствуем, кого по-настоящему любим и кому хотим навсегда отдать руку и сердце. Говорят, кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. История украинского народа – это защита своей культуры, земли, наследия, своей самоидентичности. Благодаря героям прошлого мы получили независимость и выбрали свое право быть единым народом. Карпаты – невероятный пример того, как бережно следует относиться к своим традициям. В быту, одежде, языке, технике и в самые важные дни своей жизни. Это в прямом смысле пот и кровь наших предков, благодаря которым каждый из нас может гордиться тем, что он украинец. Дмитрий покажет легендарный символ роскоши. Это цифра в долларах США. Который рождается в наших реках. Пойдет сейчас. В Украине икру добывают тоннами. Я думаю, не все наши олигархи так себе позволяют. А также поднимется в небо на украинском чуде-авиации. Маневр, боевой разворот. Мы набрали высоту, пошли вниз. Вот с таким набором. И раз-за-за-за-за-за-за-за. Чтобы испытать на себе самый удивительный способ путешествовать. Три часа и выводить. Полет такой экстремальный. И проверить, действительно ли этот аппарат не способен упасть. Страшно! Мотор не работает. Субтитры сделал DimaTorzok